Солнце Солнце это звезда, вокруг которой вращается наша планета. Жизнь на Земле стала возможной только благодаря его теплу. Возраст нашего светила 4,5 миллиарда лет. Солнце это огромный шар раскаленного газа. Во время затмения на краю солнечного диска можно увидеть огромные языки пламени, похожие на огненные фонтаны, арки или фантастические деревни. Это протуберанцы, горящие облака гелия, которые появляются из-за воздействия магнитного поля. Некоторые из них живут один или два дня. А другие больше месяца. Солнце состоит из нескольких слоев. Внешняя его атмосфера называется короной. Ее температура очень высока. Корона излучает потоки частиц, которые называют солнечным ветром. Под короной расположена хромосфера, которая светится красной. Она обладает небольшой плотностью, поэтому ее, как и корону, можно увидеть только во время затмения или через специальные фильтры. Фотосфера – нижняя из трех слоев атмосферы. Именно ее мы видим как желтый яркий диск. Она непрозрачна, поэтому о том, что находится под нею, ученые могут только догадываться. Считается, что под фотосфера расположена зона конвекции. Это масса невидимого раскаленного газа, которые постоянно перемешиваются. Благодаря этому энергия переносится от ядра к фотосфере. Ядро – это центральная часть Солнца. В ядре происходят мощнейшие ядерные реакции. Под воздействием высокой температуры и давления четыре ядра водорода вступают между собой в реакцию и образуется одно ядро гелия. Получившиеся гелии весят меньше, чем водородом, а недостающая масса становится энергией. Большинство звезд во много раз больше, чем планеты. Диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли. Все планеты нашей системы с легкостью могли бы поместиться внутри Солнца. При этом Солнце – всего лишь среднее по размерам звезда. Оно относится к желтым карликам. Самые большие звезды называют красными гигантами, а самые маленькие – белыми карликами. Вега больше Солнца в 4 раза, а Мирра – в 460 раз. Земля движется вокруг Солнца по орбите. Земная ось немного наклонена, и из-за этого на планете существует смена времен года. Сторона Земли, которая наклонена к Солнцу, получает больше света и тепла, и на ней наступает лето. День там длиннее, чем на второй половине. День и ночь существуют потому, что Земля вращается вокруг своей оси. Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но на небе они нам кажутся почти одинаковыми по размеру. Это происходит потому, что Солнце находится в 400 раз дальше от нашей планеты. Луна может даже полностью закрыть от нас Солнце, если она окажется между светилом и Землей. Это явление называют солнечным затмением. Раньше люди очень боялись таких затмений, и считали, что они предвещают ужасные бедствия. Полные солнечные затмения можно наблюдать с одного и того же места один раз в несколько столетий. Когда Луна закрывает только часть Солнца, такое затмение называют кольцеобразным. Бывает и так, что Земля заслоняет совою Солнце, и Луна оказывается в тени. Это явление называют лунным затмением, и его можно наблюдать с любого места нашей планеты, где Луна находится над горизонтом. Полные лунные затмения происходят до трех раз в год и могут продолжаться почти два часа. Продолжение следует... Полярные области славятся красивым явлением – северным сиянием. Оно возникает высоко над облаками, когда быстро движущиеся частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Раньше полярные сияния наблюдали гораздо чаще, ведь города не были так ярко освещены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова